В бруссельскую студию Евроньюз пришел, чтобы обсудить кризис с беженцами, Янис Имануэлидис, сотрудник Центра исследований европейской политики. Вопросы ему задает Эфи Куцакоста. Прежде всего, хочу спросить вас о сценах с границей между Венгрией и Сербией, которые многие наблюдали. Видно, как полиция жестко обращается с мигрантами. А где при этом Евросоюз? Он что, утратил контроль? Прежде всего, мы видели ужасное зрелище. Трудно поверить, что такое может происходить на территории Евросоюза или у его непосредственного соседа. Но нужно отдавать себе отчет в том, что люди будут пребывать и дальше. Какие бы прочные и высокие заборы вы ни строили, они не станут преградой для отчаявшихся людей, которые бегут из своих стран, чтобы обеспечить лучшее будущее своим детям. Эти люди не остановятся. На днях министров внутренних дел Евросоюза не удалось согласовать квоты, предложенные Еврокомиссией, потому что некоторые возражали. Вскоре министры встретятся снова. Удастся ли им достичь соглашения о квалифицированном большинствах? Этот кризис наложился на другие кризисы, такие как кризис в Еврозоне, на Украине, кризис в отношениях с Россией. Эти кризисы в чем-то взаимосвязаны, но чем больше их, тем труднее их разрешать. Так что в политическом смысле это плохая новость для ЕС в целом. Мы видели, что Германия впустила множество беженцев и еще собирается принять почти миллион до конца года, и все же она закрыла границы. Канцлер приняла решение держать границы открытыми в обстановке растущего на нее давления, в частности со стороны внутренних политических сил. Партнер партии Меркель-КДС оказывал на нее давление из Мюнхена с марта, но закрыв границы хотя бы временно, Канцлер сама оказывает давление на другие страны ЕС, добиваясь компромисса на европейском уровне. Так что есть несколько причин, почему Германия так поступает. Да, но закрытие границ создало напряженность между государствами в Европе. Это усугубило ситуацию. Да, но иногда, к сожалению, на европейском уровне ситуация усугубляется перед тем, как удается ее урегулировать. Важно, что очень скоро, возможно, на встрече в Верхах на следующей неделе, появится возможность достичь компромисса. Но и тогда не удастся разобраться с коренными причинами данного кризиса. Прибудет еще больше беженцев, и даже если удастся расселить 160 тысяч из них, это мало что решит. Придется пойти гораздо дальше, сделать трудные шаги. И я не уверен, что ЕС сможет справиться с такими вещами. Господин Иванов Лидис, большое спасибо за разговор. Спасибо вам.